Привет всем! Еще немножко походим по карте. Вот здесь витамин комбинат. И я поехала, минуя новотитаровскую, еще поехала в старом ушастовскую станичку. Сейчас я ее увеличу. И расскажу немного о ней. Станицы, я так понимаю, меньше, чем новотитаровская. Автобус меня привез минут через 20, наверное, из города. И где-то вот здесь я остановилась. Вернее, вышла на остановки. И пошла вот так по Советской улице. Перешла речку Кочеты. Здесь еще есть улица Красная. Я по ней не ходила. И дошла до улицы Степной и потом до хутора Горлачевка. То есть по этому хутору я еще погуляла. Посмотрела. И потом вернулась сюда. Пошла обратно. И вот здесь вот улица. Я сейчас увеличу. То есть на Авито увидела объявление. Улица Первомайская. По улице Первомайская дошла примерно вот до сюда. И здесь продается дом. То есть это не крайняя улица к речке. Там еще есть прям по берегу дома. А это прям такая хорошая улица. Но это все я вам покажу. Почему пошла в хутор? Потому что... Вот он Горлачевка. Надеюсь, название правильно говорю. Там живет одна блогерша Верочка. И я ее смотрю уже около года. И такое там житье у нее, бытие, знаете... Тихо, умиротворенно. Река бежит у них. Вот она не бежит. Она практически стоит кочетая. Она без течения. Ребятишки рыбачат у нее в речке. Огороды огромные. То есть все классно. Вот эти вот поля между самой Новомышастовкой и Горлачевкой. Вспаханные поля. Вы увидите их в видео. Сейчас они по плану будут разбиваться на участки. Здесь будет школа, бассейн, стадион, что-то еще там. И дома, дома, дома для многодетных. Вера как раз является многодетной мамочкой. У нее три сыночка. И им там тоже дадут участок. Вот это буквально последняя новость. К Вере я в гости не зашла. Мимо прошла. Потому что... Ну не было у меня связи. Не было интернета. Я бы с ней, конечно, бы списалась. Я не ожидала сама, что я вообще туда поеду. Ну а так прогулялась, посмотрела воочию. Все глянула. Детская школа искусств и Дом культуры. Старая Мышастовская. Ну вот, прошла центр. И одну половину станицы я прошла. И вот так речка кочета. Уточка плавает, кричит. Крякает. И иду на вторую половину. Честно говорю, сразу говорю, что Новая Мышастовская, ой, Старая Мышастовская, мне больше нравится, чем Новотитаровка. Там какая-то суета. Здесь спокойствие, тишина. Вот это мне нравится. Я иду смотреть хутор Горлачевка. Это хутор... Старая Мышастовская. Да, вот улица Чкалова. Вот я иду по Стивной улице. Это улица Чкалова. И от нее идет поворот. И вон он хутор уже. То есть тут пеший, все доступно. Я думала, он далеко. Все-таки вот интернет, это одно. А когда вот так вживую прошлепаешь, это здорово. Я вижу, что это все рядом буквально. Еще ей очень понравилась станица. Спокойная такая. Старая Мышастовская. Просто слов нету. Знаете, честно говоря, прям до слез. Хочется здесь и сейчас жить. Пойду смотреть хутор. Вот так меня на хутор собачки встречают. Я увидела объявление. Наверное, о продаже дома. О national curriculum. Я увидела объявления. Оно. Эпич. Возвращение. Фу! 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 Да, но это не дом продается участок просто. И собачка его охраняет. Фу! 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 Девушки отдыхают. Дома у кого все закрыты. Видно? Вот этот дом я нашла на Авито, вот на Первомайской улице. Мне он очень понравился. И само объявление давайте прочитаем. Я его нашла и поэтому пошла именно на эту улицу, прям целенаправленно. Хотела посмотреть этот дом. 60 квадратов, одноэтажный, участок 12 соток. Классно. Расположение очень хорошее. Так написано, одноэтажный, кирпичный, теплый, уютный. Три комнаты. Сделан ремонт частично. Установлены пластиковые окна. Заменная электрическая проводка. Это тоже очень важно. Кровельное покрытие из металлопрофиля. Новое. Потому что во многих домах, как я сколько смотрела, очень много. Дом хороший, добрый, а шифер уже дырявый. Такой прогнивший. Подведены. Проведены газы, вода. Супер. Установлен котел отопления. Также стоит небольшая кирпичная пристройка кухни. Кухня тоже классная, мне понравилась. Участок 12 соток. Рождение металлический забор. Вокруг всего участка. Имеется бассейн. Глубина 1,5 метра. Диаметр 3 метра. Действующий, но требует доработки. Земля в огороде ежегодно удобряется. Небольшой садик из фруктовых деревьев. Виноградник. Остальная информация по телефону или личной при встрече в торгу дому. Не хозяин, не риэлтор. Вот мне это объявление. Очень понравилось. 2 600 дом. Стоит. И фотографии какие там были. Вот такие вот. Ну прям интересный такой дом. Жаль. Не смогла я с хозяином встретиться. У меня на карте просто пропали деньги и все. Я не смогла дозвониться. Так обидно было. Но второй раз я в Мышастовку уже не поехала. А так мне сама станица очень понравилась. Школа хорошая. ДК хорошая. Очень все культурные. Велосипеды просто у магазина оставляют. Никто их не пристегивает, как у нас это делает. И все. Классно. В Мышастовке жить можно. Объявление смотрите. Старая Мышастовка. Авито. И за полтора миллиона можно купить. И за два. И за три. Вот 2 600. Считаю вообще хорошая сумма для такого дома. Ну еще его, конечно, посмотреть. Ну еще его, конечно, посмотреть. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.